Как-то в году 2009 на местном торренте в моей раздаче про бестопливные технологии один пользователь написал, что его друг привез из США, тот ездил по обмену, материалы по правильной ячейке Майера. Там исследователи докопались в чем подвох схем, выложенных в интернете. И всем пообещал записать эти материалы на диски. Я раньше пытался делать ячейку в разных вариациях, но серьезного выхода энергии ни разу не получилось. Так вот, оказывается, везде в интернете, схемы изготовления являются подделками. Я давай того парня вызванивать, чтобы встретиться, он оставлял телефон. Не отвечает, пишу Ваську, тишина. И через месяц-полтора он мне все-таки где-то ответил, оказывается, шифровался. Дело в том, что после этого объявления его друг исчез из квартиры, прихватив все материалы и само работающее устройство. У меня сложилось впечатление, что это не вранье. Парень был реально напуган, просил, чтобы я ему больше не писал. Возможно, его друга пригласили спецслужбы в какой-нибудь закрытый город. А может, под видом приглашения вывезли и прикопали вместе с устройством. Технологии-то давно все изобретены. Вот еще тема насчет извлечения энергии из магнитов. Со сколькими изобретателями я дискутировал и пытался объяснить, что в самом магните энергии вакуума нет и быть не может. А они мне как один. Вот будем их крутить так хитро, и они будут давать вечную энергию. Да с какой стати-то? Магнит – это буквально аналог натянутой тетивы на луг или взведенной пружины. Это просто универсальная аналогия, выполненная с магнитным полем. Кусок магнитного материала заряжают магнитным импульсом. Вот сколько туда энергии дали, столько в нем и содержится. Магнит зарядили, и магнитное поле натянуто. Магнитным полем, как и тетевой, можно отталкивать, притягивать, но дополнительной энергии в натянутости нет, или свыше той, что зарядили на натягивание. Это же элементарно. Но при помощи него можно же сделать источник энергии? Конечно. Но только используя в качестве аналога пружины. Стукни магнитом по железу, и разрядка исчезнет, пружинка соскочит. И энергия всей вселенной не хлынет через него в наш мир. Хотя надо признать, что колесо Шкондина на магнитах явно тянет на изобретение со сверхъединицей. Но он утверждает, что просто создал мощное сверхэкономичное мотор-колесо. Зачем ему привлекать к себе нездоровый интерес со стороны глобального контроля? Вполне возможно, что при помощи правильно сконструированного магнитного поля и процессов он смог зацепить и использовать какой-то внешний поток. Вот тут противоречий никаких нет. Пройдусь по коллекции, которую я приберег, чтобы когда-нибудь сделать вот такой ролик. И этот день наконец настал. Та-дам! Один литр бензина за 4 копейки. 2012 год. Ученые собрали установку, которая почти все может преобразовать в аналог бензина. Пластик, пакеты, бумагу, дерево, пищевые отходы. Эта установка все это переработает и даст тепло многоэтажному дому. А мусоровоз будет приезжать раз в месяц за строительным мусором, металлом и прочим негорючим. Ерундовое, скажете, изобретение? Да как же, у нас целые горы отходов вокруг городов, которые являются неприкасаемыми. Хозяин мира тщательно следит за тем, чтобы люди загадили природу, поскольку это юридически обосновывает его планы по сокращению человечества до полумиллиарда. Думаете, шутка? Тогда подумайте снова, а потом еще раз. Уже с середины 20 века никому не разрешают перерабатывать отходы, хотя все технологии уже давным-давно изобретены. Я помню, как японцы и немцы боролись в 90-е за право перерабатывать отходы в России, но им глобальный предиктор такого разрешения не давал. Не дает и до сих пор. Японцы сделали автомобиль на воде, плюс мотоцикл без топлива и собирались начать массовый выпуск. Целая история была, как Нита Няху полтора года требовал пресечь эти планы, а в 2010-м угрожал им цунами. В итоге мы все в курсе, что случилось. Есть такие глупые люди, которые утверждают, что если бы существовали бестопливные технологии, то китайцы бы весь мир ими завалили. Поверьте, китайцы куда более осторожнее японцев. Азербайджанский изобретатель структурирует воду так, что она начинает гореть. В турбогенераторную установку заливают воду. В соседнюю емкость отправляется отработанное топливо. Получилось 90% воды и 10 мертвых углеводородов. Пять минут бесплодного шипения. И установка превращается в огнедышащего змея. Горит водород. Турбогенераторные установки обогревают помещения, пропаривают бетонные панели и блоки. Ученый свое слово сказал. Теперь очередь за чиновниками. Но у них, как всегда, туго со временем. 8 кубиков солярки. Да чем ее только уже не структурировали. И морской водой, и соляркой. И вода потом горит. И способов таких масса. Земля рождает водород в огромных масштабах. Он накапливается в земле, сочится отовсюду. Он материализуется прямо в атмосфере и уже потом родит воду. Он же водород, которая выпадает за тем дождем. Как утверждает Владимир Поливанов, всю энергетику земли можно в короткие сроки перевести на водород. Технологии его сбора из земных слоев есть. Способы безопасного хранения есть. Нужно просто начать делать, поскольку он выходит в любой точке планеты примерно одинаково. Двигатели внутреннего сгорания даже переделывать не надо для перевода на водород. И это доказал еще лейтенант Борис Шелич в блокадном Ленинграде. Смотрите документальный фильм «Водородный лейтенант». Изобретатель добавляет перегретый водный пар в топку при температуре 600 градусов. Пар разлагается на составные части и горит. Дрова затем служат в качестве фитиля. Одна закладка дров горит в несколько раз дольше при температуре более 1000 градусов. Синеватым пламенем – это цвет горения водорода. Этот эксперимент показал, что когда мы подаем пар в горелку, температура значительно выше. Водяной пар подается вместе с природным газом и дает экономию топлива от 50% и выше. Статистика показывает следующее, что 1 метр кубический водяного пара заменяет 2,5 метра кубических природного газа и около 40 метров кубических атмосферного воздуха. А если еще водяной пар перед подачей в зону горения пропустить через электрическое поле, образуется струя водорода, которая самостоятельно будет гореть. Не нужно ни уголь, ни газ, ничего. Мало кто из ученых даже догадывается, что вода горит и так без всякого структурирования и разложения. Есть такой факт – промышленные пожары не тушат водой по простой причине, что при превышении 1500 градусов вода сама раскладывается на водород и кислород и начинает гореть с температурой до 2500 градусов. Это все равно, что заливать горящий дом бензином. Для того, чтобы вода горела, достаточно просто подавать перегретый пар в топку из высокотемпературной керамики, нагретую до температуры 2500 градусов. И мы получаем бесконечный источник энергии в любых масштабах, при наличии, конечно, воды в любой форме. Такое отопительное устройство можно изготовить в любом исполнении, от специальной домашней печки до плавильных мартенов. Кстати, чем и занимаются экспериментаторы на этих видео. Мотор с обмоткой «Славянка». Наша разработка российская. В частности, по весу 29 килограмм, то есть не проблема его поднять. Изобретатель Корхов. Перемотав обычный трехфазный электродвигатель, можно сделать рентабельным использование электромобиля даже на обычном автомобильном аккумуляторе. Под предлогом отсутствия технологий бесконечно перезаряжаемых аккумуляторов производители не делают электромобили, кроме единичных случаев. Но сейчас мы уже знаем, что в конце 19 века электромобили были более распространены, чем все остальные. И что, за сто с лишним лет не смогли придумать аккумуляторы энергии лучше, чем в столетней давности? Да глупости несусветные. Но мы же не задаем лишних вопросов, и поэтому нас просто ставят в эти условия на правах хозяина. Максимальная скорость Таври 110 километров в час без подзарядки может проехать около 100 километров. А вот вам еще тема в топку. Покупал я как-то давно DV-камеру, ей уже в обед 100 лет. Был у нее вот такой штатный аккумулятор, которого хватало на 1 час работы. Емкость 800 миллиампер в час. Это 0,8 ампер часа. Через пару лет она потеряла емкость. Пошел я в магазин и купил другой аккумулятор емкостью 5,4 ампер часа. Делим 5,4 на 0,8, получаем 6,75. Казалось бы, он должен работать 7 часов теперь. Я в ту пору снимал свадьбы. Снимаю, снимаю свадьбу, снимаю, снимал целый день свадьбу. Аккумулятор не кончился. Ну, думаю, ладно. И давай гонять с него материалы. День проходит 2, 3, 4. Кончился на седьмой день работы. Прошло несколько лет. Аккумулятор пережил камеру. Я думал, куда его использовать. И прикрутил вот на этот шуруповерт. И вот много лет я его использую. И были времена, когда я мебель крутил в качестве второго шуруповерта. Так вот, вы не поверите, я заряжаю его один раз в год. И то не потому, что он окончательно сел. Ну, думаю, надо же его заряжать когда-то. Что я по этому поводу думаю? Аккумулятор оказался какой-то левой фирмы. Хотя и тут есть марка Лен Марр. И написано, что Форб Панасоник. Скорее всего, технология не была соблюдена. Это когда аккумуляторы должны дохнуть в течение какого-то определенного срока. Ну и как вся остальная техника. Возьмите, к примеру, аккумуляторы шуруповерта. Хватает ровно на полгода. Один из аккумуляторов выходит из строя и меняй весь блок. Представьте, если использовать вот такие левые аккумуляторы Лен Марр, то электромобили будут пробегать в несколько раз больше, чем заявляют об этом ученые, которые знают, насколько должно хватать аккумулятора. Это к вопросу о сдерживании технологий даже вот на таком элементарном уровне. Не изобретая бесконечных источников энергии или супер батареек пальчикового размера на десятки киловатт-часов. Энергия по одному проводу. Многие частные исследователи это подтвердили. При желании можно лично повторить это на коленке, но по телевизору я это увидел впервые. Российские ученые совершили настоящую революцию в физике. Они создали однопроводную систему передачи электроэнергии. Проволочку, протянутую к стенду, разглядеть почти невозможно. Диаметр сечения всего 8 микрон. Диаметр человеческого волоса в 10 раз больше. Мы передаем электроэнергию 25 киловатт. Электричество, которое передается по этой проволоке, слегка хватило бы, чтобы запитать 2-3 коттеджа или средних размеров магазин. Законы ОМА, известные всем из курса школьной физики, тут не работают. Их система доработана и полностью готова к внедрению. Выгода нового способа передачи электроэнергии очевидна. Потери при транспортировке электроэнергии практически нулевые. Не нужно тратить тонны металла на создание толстых многожильных проводов. Можно отказаться от строительства многочисленных трансформаторных подстанций. Однако энергетики от чего-то пока не торопятся внедрять и эту инновацию в жизнь. Ученые работают над созданием еще одной технологии. Передача электроэнергии вообще без проводов, по воздуху. Но выйдут ли эти опыты за рамки лаборатории и когда это произойдет – под большим вопросом. Это была программа «Энергетика» обзор отрасли. До встречи через неделю. На самом деле мировому управлению не нужны ни экология, ни экономия. Просто ему нужна максимальная эксплуатация человечества. Многие изобретатели недоумевают, что изобретениями, которые экономят энергию, производители вовсе не интересуются, когда каждый процент мог бы сэкономить миллиарды. Но исследователям, как правило, не вдомек, что производителям этого и не нужно. Никто не ставит задачу экономии. Наоборот, как производителям, так и глобальному управлению нужно продать вам как можно дороже, как можно больше и как можно чаще то же самое. Потому что главный принцип демократического развития – вначале прибыль, а потом все остальное. При сталинизме главный принцип был вначале человек, а потом уже все остальное. Почему же тогда внедряются новые технологии? Да все просто. Невозможно бесконечно дурить народ. И необходимо показывать, что какие-то новые технологии все же изобретаются. Вот вам информация для раздумий. Давно уже придумали хранение информации на 1-2 порядка больше по объему. Но до сих пор продают флешки, медленно повышая емкость. И выпускают в продаже чуть выше по объему только тогда, когда падает спрос на предыдущие. За последние годы было достаточно много сообщений, когда ученые изобретали все новые и новые методы хранения информации. Например, на кристалле 1 кубический сантиметр можно записать всю хронику жизни человека в формате SD. Ну или как вам вот такой вариант? Теперь ученые могут сказать, что нашли жесткий диск на миллиарды лет вперед. Специалистам медицинской школы Гарварда удалось записать информацию на биологический носитель ДНК. Перспективность ее использования в качестве карты памяти налицо. Специальных условий хранения не требуется. При этом только 1 грамм вещества способен вместить объем данных, производимый всем человечеством за год. И точно такая ситуация со всеми технологиями. Вот пример элементарной экономии. Стоит холодильник на вашей кухне. Рядом с ним стена, за которой полгода минусовая температура. Если сразу устанавливать стационарный радиатор наружу, каждый жилец будет подключать свой холодильник и экономить минимум 50% электроэнергии. Это же элементарно, у всех есть холодильники. Кстати, сразу после Второй мировой войны, в период, когда структуры сдерживания технологии в России не были в силе, на московском заводе газоаппарат с 1962 года выпускались холодильники, не потреблявшие электроэнергии. Я сам лично разобрался, почему лампы накаливания перегорали строго через определенное время работы. Оказалось, что все дело в толщине колбы и температуры нагрева лампы. Таким образом, рассчитывается, сколько атомов кислорода и за какой срок проникнет в лампу и в результате окислит спираль. Лампа, которая горит вечно, на одной из пожарных станций в США просто имеет малую мощность и толстую колбу. И в СССР были такие ошибки. Не те колбы ставили, после чего изымали все партии выпущенных ламп, поскольку они бы проработали лет так 50. И таких примеров полно, когда достаточно небольшого послабления и изобретатели моментально начинают выпускать подобные устройства. Такие же случаи были зафиксированы неоднократно и в лихие 90-е, когда по городам поехали автомобили на воде. Потом также спохватились и прикрыли лавочку. Сейчас подобное происходит на Украине. Там таких изобретателей полно. Открытие российских ученых, которое обещает стать мировой сенсацией. В подмосковной Дубне исследователи демонстрируют результаты эксперимента по созданию самого эффективного из ныне существующих альтернативного источника энергии. Изобретение 2003 года. Звездная батарея собирает солнечный поток во всех доступных диапазонах, даже ночью. И опять все эти пальчиковые батарейки с киловаттной емкостью. Если емкость обычной пальчиковой батарейки всего 1 ампер час, то у такой же звездной батарейки в 10 тысяч раз больше. Прототипы, на основе которых можно будет запускать серийное производство, ученые обещают сделать через два года. Правительство очень действительно поддержало нас и Академия наук поддержала. Изобрели двигатели, имеющие мощность гораздо больше при том же потреблении. Размеры и вес в десятки раз меньше. Реакция на включение двигателя также в десятки раз быстрее. Ремонт при этом просто достал, отщелкнул, прищелкнул исправную пластину и все. Собираются как автомат Калашникова наборным методом до необходимой мощности. Какие возможности дают такие двигатели? Роботы-трансформеры могут стать реальностью. Или, к примеру, автоматические пушки с мгновенной реакцией. И вот это все, что показано в фантастике, можно уже прямо сейчас воплощать с невиданным размахом. Взять, к примеру, песок. Насколько в мире его много? Откуда взялись пустыни по всему миру, если их нет до 1690 года на многочисленных картах, это другой вопрос. Песок – это в основном вещество, производное кремния. Из него можно сделать массу материалов – кирпич, стекло, полупроводники, электронные элементы, например, конденсаторы, резисторы и другие. А это не только электронные схемы, но и светодиодное освещение, которое также изготавливается из полупроводников, солнечные панели и т.д. То есть, беря песок, вещество которого в мире дикий переизбыток, можно возводить любые здания из кирпича без раствора или монолитом, делая часть стен прозрачными, где нужно. Структуру можно сделать легкой и пористой, сразу снабжая дома нужными коммуникациями и воздуховодами. Дом можно изначально начинить компьютерными схемами, датчиками и многим другим, до чего можно додуматься, используя свойства кремния. Реализовать все это возможно в немыслимых масштабах, если использовать передовые технологии, которые сегодня намеренно изучаются спустя рукава. Например, ультразвуковые в отношении воздействия на материалы. Или запрещенные, например, эффекты Хатченсона – это когда при мизерном потреблении энергии с материей можно творить такое. Альтернативные исследователи не раз уже озвучивали свои догадки, как наши предки отливали таким образом, начиная от гор до элементов архитектуры городов, в том числе и скульптуры. Резюме. Я хотел сказать, что песок, как строительный материал, сегодня используется в технологически зачаточном состоянии. Изобретатель акула сделал вечный фонарик, и я как-то слышал его разъяснение, что он пришел к выводу, это была не энергия эфира, а преобразование вещества феррита в энергию. Феррит в итоге кончается, структура нарушается, и он сыплется в труху. Потом меняй феррит или железо, смотря на чем мотал, на новый, и опять у тебя работает этот вечный как бы фонарик. По сути, получился процесс преобразования, материи в энергию, что тоже неплохо, материи-то полно, нужно только найти, как это делать качественно и с минимумом затрат. Использование ионосферы, водных масс и земли, как конденсатора, постоянно наполненного энергией. Собственно, это переоткрывают технологии атмосферного электричества, которыми пользовалась цивилизация вплоть до начала 20 века. Я тоже ставил эксперименты, пытался снять атмосферное электричество специально обработанными проводами с 4-5 метровой высоты, в спокойную погоду. Приборы не обнаружили ни одного милливольта, хотя, когда я ходил под съемником энергии, изменение потенциала фиксировалось. Если верхняя обкладка ионосферы, по-видимому, раньше была достаточно низко над землей, и для съема достаточно было высоты любого дома, а высоты церкви гарантировано при любых погодных условиях, то сейчас надо ставить мачты выше рядом с водоемами, и также можно полностью обеспечить население бесплатным электричеством. Но, как говорится, нам оно запрещено. Я намеренно не показываю тут изобретения с холодным ядерным синтезом, плазмоводородные генераторы, многочисленные резонансные технологии. Иначе можно просто утонуть в потоке изобретений, которые не приветствуются официальной наукой. Оцените вдохновение статьи 2013 года. Революция в энергетике назначена на лето. Тут озвучиваются открытия холодного термоядерного синтеза, изобретение Росси, который уже вовсю продает бестопливные генераторы. И каждый раз, вот уже в течение всего 20 века, мир, казалось бы, стоит на грани грандиозного технологического прорыва, освоения солнечной системы и далее, но нет. Сто лет проходит, а мы как топтались на месте, так же там и топчемся. Субтитры создавал DimaTorzok